Кипр, Пафос, ущелье Авакас Всегда поездки на остров ассоциируются с экскурсиями, ну или в большинстве случаев отдыха на пляже. Но не в этот раз. Ущелье Авакас это лучшая пешая прогулка, причем ничего не стоящая. Вы на канале Узайца, любители путешествуют, и я расскажу вам об этом месте более подробно. А вы сделайте для себя выводы и возьмите в дорогу самое необходимое. Наш отель находился в центре старого города Пафос, до остановки 10 минут ходьбы. Дождались автобуса 615 и отправились на станцию Коралбай. В течение 20 минут смотрели в окно на прекрасные виды, добрались до Кораллового залива на автобусе и пересели на маршрутное такси 616. Попросили водителя высадить максимально близко к ущелью и спросили во сколько он будет проезжать обратно. Так как расстояние до отеля уже было более 20 километров, обратно пешком было идти очень проблематично. Мы обозначили время возвращения на остановку. Водитель остановился на остановке, от которой по его словам было недалеко до ущелья. Он им сказал куда примерно идти и мы отправились в путь. Показалось, что мы пошли совсем не той дорогой и что до ущелья было так далеко, что просто хотелось развернуться обратно. Но мы несколько раз по дороге в ущелье находили откопанные гробницы и естественно мы туда залазили. Так сказать, разнообразили наш поход небольшими историческими сооружениями. Наконец-то на нашем пути встретились несколько иностранцев, которые также шли в это ущелье. Но они шли совсем с другой стороны. Я точно не уверен с какой стороны был правильный подход к ущелью, но и так, и так вы попадаете в это огромное ущелье. Чем ближе к ущелью мы подходили, тем больше людей мы встречали. И все эти люди тоже добирались до ущелья своим ходом. Мы шли все дальше и дальше, дальше и дальше. Виды, конечно же, были прекрасны. И наше плохое настроение, и наша усталость постепенно пропадала. Глаза радовались и запоминали эту красоту на всю жизнь. Мы не могли подумать, что это все цветочки по сравнению с тем, что нас ожидало впереди. Ущелье. О да, друзья, реально ущелье с шумом воды, прохладным ветром, огромными нависающими деревьями и кустарниками. Это ощущение не передать на камеру и не описать словами. У нас пропала вся усталость и открылось второе дыкание. Мы ни на минуту не останавливались и двигались все глубже по ущелью. Максимально старались не намочить ноги. Но, увы, сухим из воды там не выйти. Чем дальше в ущелье, тем меньше мы встречали людей. Но, посмотрев на время и вспомнив, что до остановки пешком 30-40 минут, мы еще раз вдохнули этим свежим воздухом, послушали шум воды и полюбовались величествованием скал. После чего счастливые отправились домой. Кстати, физически устали мы уже тогда, когда ужинали. И на эмоциях друг другу рассказывали увиденные. Что бы мы рекомендовали взять с собой? Воду, еду и удобную обувь. Если у вас будут дети, то будьте бдительны в 200 раз. Так как камни реально падают. Ущелье Авоказ это очень красивая экскурсия. Пешая, бесплатная. И мы реально рекомендуем ее посетить. Если, конечно, вам по душе физические нагрузки и пешие прогулки. Вас не затруднит, а мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Подписывайтесь на канал и всем отличного отдыха. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...